Добрый вечер! Основные события дня в материалах наших корреспондентов. В студии Анна Ларченко, коротко о главном. ЧП в Донской столице. Скоротечный пожар в Ростове унес жизни пятерых человек. Трое из них – дети до четырех лет. Использование земли не по назначению уход от уплаты налогов. К владельцам частной конюшни в Ботаническом саду возникли законные вопросы о незаконной деятельности. Знание, традиции, любовь к родной земле и подходящее родословное. На конкурсе в Ставрополе казачка года стала жительница Новочеркасска. Начале трагедии в Донской столице. Трое детей, одному еще не исполнилось года, и двое пенсионеров погибли во время пожара на улице Лензаводской. ЧП произошло сегодня утром. Верхний этаж кирпичного дома выгорел полностью. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Дом старый, год постройки уточняем, но все в ветком состоянии, довольно-таки быстро зарело. То есть сам по себе пожар был развившийся. С огнем пожарные справились меньше, чем за час. Затем извлекли тела погибших. Причины возгорания устанавливаются. Южный федеральный округ к приему гостей зимней Олимпиады готов. В личной встрече в режиме видеосвязи руководители силовых ведомств, округа и главы регионов обсудили, как обеспечить общественную безопасность при подготовке и проведении спортивных состязаний. Полномочный представитель президента в Южном округе Владимир Устинов отметил, анализ социальной и политической ситуации должен проводиться постоянно. Еще один вопрос, который обсудил Совет при полномочном представителе президента России в Южном округе, это использование системы «Безопасный город». Напомню, комплекс создан для помощи в предотвращении и раскрытии преступлений. Использование земли не по назначению и, соответственно, уход от налогов. К владельцам частной конюшни в Ботаническом саду пришли законные вопросы от инспекторов Росреестра. Что важнее, вытоптанная трава или удовольствие от конной прогулки, узнал наш корреспондент Сергей Мирошниченко. Я не буду отвечать на вопросы. Мы вот тогда уже говорили о целом использовании территории Ботанического саду. С таким транспортом уйти от ответа не составляет труда, а вопросов скопилось много. Большинство из них адресованы владельцам конюшни на территории Ботанического сада. В отличие от защитников природы, госинспекторы Росреестра здесь гости неожиданные и потому не очень желанные. Земельный участок используется для животноводства. В соответствии с разрешенным видом использования, согласно государственного государственного недвижимости, вид разрешенного использования земельного участка является для ведения садоводства. Что является нарушением. Прибывшие на место хозяева участка принимают предписание, но вины свои не признают, хотя и коммерческой деятельности не отрицают. Официальное вручение бумажек, да? Да. Что касается загрязнения природы, вход идет самое святое. У нас все инструктора ходят с мешочками для мусора и с совками. Мы убираем какашки везде по территории Ботаники. Кроме обильных естественных удобрений, зеленые сетуют и на ряд других нарушений. Доказательств этому почти нет и перепалка переходит на личности. По территории Ботанического сада, где они просто осуществляют коммерческую деятельность, нарушение 33-го федерального закона. Они вытаптывают растения, они их вырубают. То есть у нас было много вопросов, которые нам, спасибо, помогли решить федеральная служба регистрации кадастра и картографии по Ростовской области. Только за этот год Росреестр провел более 9 тысяч проверок. В основном это самозахват и, как в этом случае, нецелевое использование земли. По эффективности проделанных работ управление уступает лишь Краснодарскому краю. Нарушителям статьи 8.8 административного кодекса грозит штраф от 1 до 50 тысяч рублей. Если физическое лицо или юридическое лицо данное предписание не выполняет, то в течение срока данного предписания мы выходим на место, проверяем и вновь привлекаем к ответственности. И так, собственно говоря, может продолжаться очень долго, до тех пор, пока все-таки нарушение не будет устранено. Но не все проверки превращаются в бурные споры. Еще один нарушитель кодекса, владелец незаконно поставленного гаража, неожиданно заболел и не смог уделить внимания инспекторам. Выйти, получить повестку и все, больше ничего. Поздравляю. Выздоравливай. Сергей Мирошниченко, Юрий Бабенко. Главное новости. Школьная дружба сильнее, чем межитнические разногласия. Примеры эффективной национальной политики в Потаповской средней школе Волгодонского района власти решили перенести на уровень региона. Как совместное обучение и казачья культура объединяют представители разных народов, проверил Владимир Савеленко. Ученикам Потаповской средней школы традиции и обычаи Донской земли известны с младших классов. Даже детским самоуправлением руководит не президент, как в городах, а настоящий атаман. В обязанности школьного атамана входит это, во-первых, следение за порядком в школе, чтобы никто не баловался, друг друга не обижали. Так как школа у нас многонациональная, чтобы не было конфликтов между нациями. Во-вторых, в мои обязанности входят это разнообразные, участие в разнообразных мероприятиях, в районных мероприятиях, в школьных мероприятиях. Турки, армяне, корейцы и русские мирно уживаются на занятиях и переменках. Представители разных народностей объединяют любовь к Донскому краю. Его историю и современность дети познают на уроках и в играх, а родной культурой делятся на школьных мероприятиях. У нас есть очень замечательное мероприятие, совместное, которое мы проводим с обучающимися, с родителями, и со всем педагогическим коллективом. Это мероприятие называется «Фестиваль национальных культур», где представители всех наций в едином таком облике представляют свою культуру, свои обычаи, свой язык. Уважение к представителям других народов и их культуре, которая сформировалась в школьные годы, это гарантия мирного сосуществования и во взрослой жизни, поясняют педагоги. А представители областной власти уверены, межнациональных конфликтов можно избежать лишь путем воспитания толерантности с самого раннего детства. Нам нужно не допускать конфликтов, то есть нужно отрабатывать до того, как эти конфликты происходят. Драки, которые дискультурный интернационал совершил, переходят в область межнациональных отношений, и уже подключаются взрослые, подключаются диаспоры, подключаются коренные жители. Все это перерастает потом в конфликт. Власти твердо решили отказаться от методики тушения пожаров в межэтнических отношениях. В планах мероприятий до 2016 года по стратегии государственной национальной политики России упор будет делаться на упреждение конфликтов еще до их появления. Владимир Савеленко, Юрий Санкин, Главная новости. Федеральное издание «Город» приходит в Ростов. Журнал, в котором можно прочесть как об известных ростовчанах, так и звездах мировой эстрады. Первый номер уже ждет своих читателей. Елена Бараникова побывала на презентации. Столичные знаменитости на обложке ростовского глянца – главное правило издателей. Журнал за несколько лет успешно зарекомендовал себя в разных городах страны. Теперь очередь дошла и до донских читателей. Подобного издания, на мой взгляд, нет в Ростове. У нас нет конкретных, и абсолютно это новое издание. В других городах наше издание уже присутствует. С 2008 года город издается. В 2013 году город появился в Ростове. На страницы попадут самые яркие события жизни города – интервью, новости и фотопроекты. Мы увидели его в других городах, и, соответственно, нам он очень понравился, ибо контент его был очень интересный. Всегда звезда на обложке, которая радовала.